Домашние питомцы Домашние питомцы Все нормально Они лежат под дверью То есть входная дверь из-за того, что внизу есть небольшой доступ к сквозняку Они наслаждаются этим холодным воздухом Им он очень нравится Но здесь тоже очень важно понимать Что нужно следить за временем пребывания собаки на холодных местах Потому что собака может очень легко заболеть Она сама того не поймет И никто на самом деле не поймет Нужно внимательно наблюдать за тем, сколько времени они проводят на холоде Самое важное летом в уходе за собаками, это однозначно следить за тем, чтобы они были пострижены. То есть, несмотря на то, что шерсть это основная часть терморегуляции собак, ее излишек может очень сильно повлиять на то, как собаки воспринимают жару. Вот в данном случае он очень пушистый, он уже излишне пушистый, его пора стричь, ему жарко. В этом случае у него лапеция, он болеет, он лысый, но тем не менее, несмотря на то, что он кажется лысым и маленькое количество шерсти может, ну, возможно, как-то положительно влиять на восприимчивость к жаре, у него нарушена терморегуляция. Ему сейчас, в данный момент, жарко настолько же, насколько жарко вот этому пушистому другу. Так что, первое, это однозначно вовремя стричь. Однако бывает и такое, что питомцы сами не в состоянии перенести жару, и тут на помощь должны прийти и хозяева. Каждое животное уникально по-своему, а следовательно, каждому нужен свой индивидуальный подход, что хорошо одному не подойдет другому. Котам необходимо обеспечить доступ к воде, также не стоит стричь их. Шерсть обеспечивает им не только теплом, но и защищает от перегрева, регулируя температуру тела. Не кормите кота большими порциями. Если вы видите, что животное ест в жару меньше, чем обычно, это не повод для паники. Для того, чтобы облегчить состояние собаки, обеспечите прохладу. Отведите ее в холодное место, смочите собаке лапой и уши и искупайте животное полностью. Выгуливайте собаку рано утром или поздно вечером. Не стоит устраивать прогулки под палящим солнцем. На самом деле, перегрев у собак – это очень частое явление, просто мы его не замечаем, и он не происходит как привычный для нас тепловой удар. В их случае перегрев – это просто меньше активности, они становятся вялые, становятся грустные, не притроются никакие денег в воде. Я искренне считаю, что при любых, как сказать, когда что-то происходит с собаками, нужно не думать за них, а сходить в ветеринарную клинику, потому что только там люди знают, как с ними правильно обращаться. Несмотря на то, что у нас вот этому уже 10 лет, с нами он живет 7 лет, всего я точно не знаю, и при первой же возможности я обращаюсь к врачу. Если они чувствуют себя как-то не так, как-то неправильно, то нужно идти к врачу. Важно помнить, что тепловой удар у животных может быть смертельным, поэтому необходимо быстро и правильно реагировать в случае его возникновения. В первую очередь следует следить за поведением животного. Если питомец стал беспокойным и тревожным, у него учащено дыхание, слюноотделение усилилось, а температура тела повысилась, это могут быть признаки теплового удара. Ну а далее лучше незамедлительно связаться с ветеринаром для оказания неотложной помощи. И помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Резидака Римова, Тимур Ахметов, Универ Новости.